Мировой эфир. Теория эфира. Автор Железнодорожный. Наше мировоззрение не лишено изъяна. Главным образом изъян кроется в отсутствии настоящих знаний. Изучением мироустройства занимается такая наука, как физика, и мы коснемся такого вопроса, как теория эфира. К этой теории приходят почти все исследователи, кто рассматривает реальное мироустройство. Также с теории эфира начинается история неприятия ее официальной наукой. Все дело в том, что официальная наука, как и положено науке искусственного социума, всегда отрицает любые концепции и идеи, способные приблизить человечество к реальным знаниям и всегда дает лишь те алгоритмы и принципы, которые будут держать человека в неведении и займут его безрезультатной работой по кругу. Эфирная теория родилась именно через попытки исследователей самых разных областей науки разрешить все имеющиеся на момент XVIII-XX веков противоречия в классической физике. Она постоянно дополнялась и изменялась ввиду новых открытий и опытов и дошла до наших дней подобно одной из первых альтернативных взглядов в науке. Эфирная теория признана раскрыть все базовые принципы и взаимодействия, пояснить механизм гравитационного взаимодействия, поля, радиоактивности, ядерных реакций, объяснить, что такое свет и из чего состоит поле, а также множество других базовых и уникальных явлений, с которыми сталкиваются инженеры, физики, наблюдатели. Для человечества в целом очень важно получить единую состоятельную теорию, которая объяснит принципы прямого взаимодействия с энергией, без посредников, позволит управлять радиацией и осуществлять качественные преобразования на тонком плане на пути к совершенству и решении проблем человечества в однозначном порядке. С другой стороны, эфирная теория – это то, что официальная наука пытается всеми силами замалчивать и дискредитировать в глазах общественности. Попытки дать объяснение законам природы в обход эфирной теории рождают в официальной науке все возможные струны, темные энергии и материи, вводится бесчетное количество кварков, глюонов, мизонов, принимается работа с дробными зарядами и, словом, все, что должно максимально запутать, усложнить и не допустить качественное понимание единых законов нашего мира. И, несмотря на отрицание, сегодня все большее число искателей правдой склоняются к теории эфира. И именно эта теория объясняет без противоречий работу бестопливных генераторов. Основу эфирной теории составляет модель, согласно которой все пространство материального мира заполнено протоматерией, которую ученые назвали эфиром. Он имеет очень малые размеры и его воздействие на материальные объекты можно определить только косвенными параметрами, а также техническими средствами, описывающими взаимодействие с большой точностью. Нет ясности в вопросе, что такое эфир, является ли он частицей или полем. Да и проверить это попросту нечем. Эфир реагирует на электромагнитные воздействия. Благодаря ему в космическом вакууме может распространяться свет и радиоволны, для которых требуется носитель колебаний. В сущности, теория эфира не просто модель, а целая всеобъемлющая база, задающая все свойства материи и обуславливающая законы природы. Притом эта база – фундаментальная основа построения материального мира, имеет понятную и простую структуру согласования всех процессов – от микромира до макромира. А вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть единая структура пространства, чтобы обеспечивать выполнение принципов причинно-следственных связей. Буду вести повествование в простом стиле, чтобы были понятны общие моменты и главная суть взаимодействий. Моя задача – показать, как разнятся возможности официальной версии и возможности замалчиваемой теории. Нас интересуют пункты 1, 2 и 6, как самые понятные и наглядные. Как только мы понимаем, что все силовые поля, такие как гравитация и электромагнетизм, просто разные формы движения эфира, у нас появляется активный источник гравитации и причина его существования. Мы видим, что каждая молекула всего тела планеты должна поддерживаться втекающим потоком эфирной энергии. Энергия, сотворяющая Землю, сотворяет и втекает и в нас тоже. Гигантское течение, втекающее в Землю энергетической реки, подхватывает нас, как москитов, приклеивающихся к оконному стеклу, когда ветер дует прямо в стекло. Наши тела не могут проходить через твердую материю, а поток эфирной энергии может. И это одна из многих вещей, которую демонстрировали Килли, Тесла, Козырев и другие. Чтобы оставаться живой, звезда или планета должна непрерывно вытягивать энергию из окружающего пространства. Еще в 50-х годах Козырев пришел к такому же выводу относительно Солнца, заключив, что звезды действуют как машины, преобразующие поток времени в тепло и свет. Электроток в проводнике возникает под воздействием электрического поля. Согласно эфирной теории, электрическое и магнитное поля – это два вида действия эфира, в данном случае действующие на свободные электроны. Они имеют одну природу, так как состоят из эфира, но различны по своим свойствам. В чем главная разница между магнитным и электрическими полями? Чтобы это определить, нужно вспомнить, что у эфирной теории есть подраздел, а именно гидродинамическая интерпретация свойств эфира. Такая интерпретация рассматривает эфир условно как жидкость. При таком рассмотрении имеем следующую аналогию. Магнитное поле можно представить как величину потока жидкости, а электрическое поле – как давление жидкости. Правило Буравчика как раз и отражает сущность поведения эфира как жидкости. Эфирные взаимодействия порождают потоки и вихри в среде. Если напряжение является следствием повышенного давления эфира, заставляющего течь электрический ток, то магнитное поле есть следствие изменения величины плотности эфира, который становится потоком большей плотности, и поток и давление эфира имеют направление, соответствующее направлению магнитного поля и электротока. Это нужно, чтобы понимать, куда течет эфир. Понятие энергии при таком допущении сводится к произведению давления на расход или произведению напряжения на магнитное поле. Это что касается гидродинамической интерпретации. Масса и инерция Все слышали, что инерция – это свойство массы тела сохранять свою скорость. И чем больше масса, тем сильнее инерция тела. Что же означает инерция и как она связана с массой тела? Если взять тело с определенной массой и придать ему ускорение, тело начнет набирать скорость не сразу, а с некоторой задержкой. Сообщая тело ускорению, мы напрямую заставляем тело изменить свою скорость. Дело в том, что вещество представляет из себя совокупность элементарных частиц и электромагнитных взаимодействий между ними. Чем больше масса атома вещества, тем сильнее его электромагнитные связи, внутриатомные связи и количество тех же электронов на орбиталях. И все это находится в соприкосновении с эфиром. Когда мы толкаем тело с определенной отличной от нуля массой и сообщаем ему ускорение, возникает изменение электромагнитного поля. Оно происходит мгновенно, и среда стремится уравновесить это изменение. Говоря по-простому, масса тела своими электромагнитными связями вязнет в эфире. Это похоже на явление, когда бросают магнит в медную трубу и наблюдает его плавное, а не моментальное падение. Может возникнуть вопрос, каким образом масса способна производить электромагнитное возмущение при действии на нее ускорения. Тут основную роль играет диполь массы. У атома всегда на внешней оболочке отрицательный заряд, а в ядре положительный. Поскольку эфир взаимодействует со всеми телами на электромагнитном уровне, время для преодоления состояния покоя прямо пропорционально массе тела. Но и тогда тело имеет постоянную скорость, сразу затормозить его также не получается из-за поддержания достигнутой скорости эфиром. По факту ускорение, действующее на тело, заставляет диполь разрываться, а также электрический диполь атома испытывает давление эфира, ускорение оказывается направленным на преодоление этого давления эфира. Если создать очень большое ускорение, в принципе, можно разорвать диполь, получив отдельно электроны и ядро атома, но это огромные энергии. Как минимум, можно понять, что разгонять массивные тела лучше всего плавно. А как максимум, можно отметить, что атом вещества не является электронейтральным в привычном смысле. Мало того, что электроны могут покидать атом, что переводит его в заряженное состояние, так еще и сам атом выступает в роли диполя, у которого положительный заряд в ядре. Но это еще не все. Положительные и отрицательные заряды говорят нам о наличии давления эфира, направленного от периферии атома к его центру и обеспечивающего, судя по всему, стабильное состояние, при котором атом не распадается. То есть, с одной стороны, мы знаем о кулоновских силах внутри атома, препятствующих ядерным реакциям, а с позиции эфирной теории видим четкую структуру поддержания атома внешним силовым действием среды. Это если проводить сравнение. То есть, атом при ускорении ведет себя как источник электромагнитного возмущения, а эфир стремится погасить это возмущение, что и выражается в явлении инерции массы, почти как противо ЭДС, между прочим. Другим аспектом инерции являются такие машины, как инерциоиды. На рисунке инерциоид Толчина, инерциоид Шипова. Шипову экспериментально удалось доказать, что инерциоид действительно перемещается в пространстве не только по рельсам, но и способен перемещать модели судов, мог перемещаться по нити, посмазанной маслом поверхности, на воздушной подушке. Поэтому для окончательных выводов было решено вывести инерциоид Шипова в космос на спутнике Юбилейный, чтобы уже в невесомости проверить работоспособность инерциоида. Но что-то там пошло не так. И это похоже на происки врагов, которым очень не хочется, чтобы у России появились инерционные движители и двигатели. Схема инерциоиды Торсона. Рисунок взят из работы, а Фролова – новые космические технологии. Дисбалансы шестерен описывают кардиоиду и в установке Торнсона. К. Д. Шукалов и его инерциоид. Еще на базе инерциоидов делались БТГ. Конструкция простая, законы физики в ней не нарушаются, но это не помешало Ран признать Линевича лженаучным. Поэтому ему пришлось доводить свои конструкции за границей. Есть интересный канал Владимир Шульгин на ютубе. Там перепроверяют и занимаются изготовлением инерционных бестопливных генераторов. Казалось бы, чего особенного в этих устройствах, но дрыгаются они туда-сюда и чего? Отчего ученые в разных странах решили строить такие машины и исследовать данную тематику? Главный момент заключается в том, что по официальной науке такие устройства, как инерциоиды, не могут работать, так как им не от чего отталкиваться. Все инерциоиды, которые были построены и испытаны, механические. В них, как правило, имеется груз, называемый рабочим телом. Его разгоняют и резко останавливают, и так, чтобы получить необходимое направление вектора импульса тяги. И несмотря на плавный разгон тела и его резкую остановку, все устройство сначала испытывает обратный вектор тяги, а затем вектор нужного направления. С одной стороны, механические инерциоиды демонстрируют импульс тяги, а с другой, большинство из них делают это все-таки, имея опору. Опора как раз и гасила обратный вектор тяги, что и увеличивало поступательное движение. Хотя инерциоид Шипова демонстрировал именно безопорное движение, но его отказались признавать по причине отталкивания. И на этом тема инерциоидов заканчивается, так как официальной науке это просто не нужно, и деньги на это им не дают. Мы уже рассмотрели модель действия инерции на массу и можем теперь применить эфирную теорию к инерциоидам. Если нам понятен механизм инерции, то ничего не стоит попробовать заставить инерцию работать на пользу человечества. Берем массу, например, свинца, состоящую из атомов. Каждый атом вещества – это диполь. Для того, чтобы однозначно получить вектор импульса тяги, импульсы прямого и обратного векторов должны быть неравными. Собственно, в механических установках это обеспечивалось плавным разгоном груза и его резкой остановкой, что и наложило определенные ограничения на возможности таких конструкций. Мы же попробуем зайти со стороны эфира. Для получения вектора тяги нам нужно, чтобы инерция груза при его разгоне была меньше, чем его же инерция при остановке. И здесь основную роль опять играет атомарный диполь. При обычных условиях у него базовая инерция в соответствии с его массой. Но если мы каким-то образом изменим величину диполя, мы изменим силу, с которой на него влияет эфир, и тем самым изменим его инерцию. То есть нужно изменить заряд нашего груза в точке разгона и еще раз в точке остановки. Говоря по-простому, перед разгоном нашего груза мы его заряжаем положительным зарядом, как в ядре атома, для уменьшения инерции, а перед остановкой меняем заряд на отрицательный, чтобы инерция была больше. Примечательным моментом является то, что нам больше не требуется обеспечивать плавный разгон и резкую остановку. Достаточно просто, чтобы груз двигался, например, вращался по окружности. Изменение инерции создаст нужный импульс тяги. Особенностью взаимодействия с инерцией тела через изменение заряда является направление, по которому происходит организация зарядов. Дело в том, что реальные диполи выглядят так. Инерцию определяет не только характер приложения заряда к телу, ее также определяет некая форма у тела и непосредственно вид движения этого тела. Вот устройство мотор-генератор Теслы, известный всем как униполярное динамо. То есть устройство для получения электричества от механического привода. И здесь мы видим, как именно на вращающиеся маховики подводится питание. Устройство этой машины говорит нам, что это инерциоид. Течение тока обеспечивается между центром и краем диска, а значит есть взаимодействие с инерцией. В зависимости от направления тока, либо от центра к краю, либо от края к центру маховиков, можно изменять инерцию этих маховиков в зависимости от величины напряжения. Один маховик вырабатывал электрический ток, имея чуть большую инерцию и питал второй маховик с меньшей инерцией, который крутил всю систему с положительным балансом энергии. Сложность этой конструкции еще и в том, что каждый из двух маховиков поделен пополам. Здесь можно провести параллели и понять, что все эти знания были сокрыты много лет назад. Все эти принципы раньше были известны и постепенно изымались из обихода, письменных свидетельств и артефактов древнего мира. Это что касается механических инерциоидов. А ведь они могут быть скорее всего и электромагнитными, без всякого механического движения, к примеру. В этом случае потребуется организация более сложных взаимодействий внутри самого тела. И здесь мне сразу вспоминаются опыты Хатчинсона, в которых он при помощи неизвестных электромагнитных взаимодействий добивался получения того самого безопорного вектора тяги. Но таких установок для примеров у меня нет. Эффект Джанибекова Хочу поделиться своими мыслями и подойти к анализу этого замечательного эффекта в невесомости. По моему мнению данный эффект также связан с инерцией массы. Он состоит из двух моментов. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что когда мы заставляем тело вращаться, мы сообщаем ему ускорение. А второй момент состоит в том, что эффект показывает периодическое кувыркание вращающегося тела. Сначала давайте рассмотрим, какой формы тела показывают этот эффект. Гайка барашек. Барашек другой формы. Рейка. Книга. Мы можем понять, что в каждом случае данный эффект проявляется при вращении тел, у которых относительно оси вращения масса имеет максимальный момент инерции. А именно, значительная масса тела имеет наибольшее удаление от оси, что и обеспечивает максимальную инерцию. У вращающегося диска инерция тоже имеется, но она равномерно распределена по телу. А для эффекта необходимо, чтобы была большая неравномерно распределенная вращающаяся масса на удалении от оси вращения. Для наглядности это можно изобразить вот так. Модель с максимальной инерцией. Это хорошо видно на примере с вращением книги. Радиус вращения книги. Чем больше радиус книги, тем большее воздействие при ускорении оказывается на диполе тела. Теперь, что касается сил и механизма эффекта Джанибекова. Когда телу, согласно представленной модели, сообщают ускорение, тело испытывает инерцию, которая выражается условно в растяжении или увеличении расстояний в диполе. Не вдаваясь в механизмы перераспределения, скажем просто, что электроны оказываются смещенными на момент равномерного вращения тела. Наглядно это представлено вот так. Смещение в диполе условно электрон отклоняется от точки равновесия на величину начального смещения дельта L. Они стремятся вернуться на свои равновесные позиции. И так как тело вращается в невесомости, движение электронов оказывает силовое воздействие на тело, заставляет его изменить свое положение, развернуться на 180 градусов. Но это еще не все. Дело в том, что получив начальное смещение, электроны находятся в системе, при которой они совершают колебания. Тело вращается с одновременным колебанием электронов, при которых изменяется положение самого тела в такт этих колебаний. Маятник точки 1 и 2 имеют различную инерцию. Модель начального смещения электронов при вращении. При крайних точках колебания электронов тело занимает устойчивое положение вращения, а при смене направления колебания электронов происходит кувырок в противоположную от направления колебания сторону. Электрон начинает колебаться, двигаясь из точки 1 к точке 1 штрих. Точка 2 – это нормальное положение электрона. Таким образом, получив начальное смещение, электроны, подобные маятнику, начинают совершать малое колебание, чему вызывают периодические кувырки тела в невесомости. Имеем вращение тела при колебательном процессе в диполе внутри самого тела. Здесь мы видим, колебания в диполе происходят в плоскости перпендикулярной плоскости вращения тела. Было отмечено, что эффект Джанибекова долгое время скрывался от общественности и до сих пор не имеет официального объяснения. Например, есть некая официальная теория о неустойчивости определенных осей для твердого тела и все в таком духе. Их надо понять, они еще не придумали, как на этом заработать. А хотите узнать, почему данный эффект скрывался? Эффект Джанибекова скрывали, так как он демонстрирует связь между механическим движением тела и процессами диполя, что позволяет взаимодействовать с диполем через механику. Ну то есть, опять-таки, позволяет строить бестопливные генераторы. По большому счету, то и строить-то ничего не надо. Есть такое устройство – качалка Милковича. В ней как раз используются колебания в связке с линейным движением груза, но уже без невесомости. Это малоизвестный инерциоид. И глядя на его конструкцию, можно умозаключить, что самый простой способ изменения параметров диполя – это создание колебательного процесса. Сам по себе маятник – это тоже инерциоид, так как инерция груза различна в крайнем и центральных положениях. Для наглядности – схема Милковича и эффекта Джанибекова. Связи между массой, инерцией и колебаниями отсылают к волновым процессам перераспределения энергии. Это и звуковые, световые и электромагнитные колебания различных частот. Все это в той или иной степени способно к взаимодействию с энергией. Это то, что касается инерции и эффекта Джанибекова. Сокрытые возможности настоящих знаний Бестопливный генератор на базе инерциоида позволяет совершенно по-новому взглянуть на механику и сделать ее более совершенной. Это преобразит ее на качественном уровне и значительно сократит издержки, повысит эффективность. Станет доступно реализовывать возможности кинетических аккумуляторов энергии, супермаховиков и т.д. Позволит изготавливать механические приводы, имеющие энергетический потенциал как у полноценного двигателя. Что может быть круче запрещенного в 90-е электромобили? Только запрещенный в 60-е автомобильно-ядерной энергии. Полностью спроектированный и готовый к серийному производству, как нечто само собой разумеющееся. Да и как его могли разрешить? Достаточно взглянуть на устройства атомных электростанций, чтобы понять, что здесь что-то не так. И в том виде, в каком нам известен атомный реактор, он никак не может уместиться под капотом автомобиля. Или может? Надо пояснить, что имелся в виду, конечно же, не сам ядерный реактор, а что-то вроде батареи с использованием радиоактивного топлива. Сегодня такие элементы официально известны как ядерные батарейки. Ну, то есть давно уже известно, что с 60-х промышленность достигла возможности создания компактных источников энергии, позволяющих отказаться от топлива. От слова вообще. Такие элементы планировалось устанавливать в автомобиль и периодически их заменять. Сегодня их используют в качестве автономных источников питания для спутников, там где люди не увидят. К примеру, смартфон на такой батарее может работать годами без подзарядки. Далее хочу коснуться механизма атомной энергетики с позицией эфирной теории. Для начала скажу, что атомная промышленность никогда не задумывалась как энергетическая. Она всегда имела две цели – это получение ядерного оружия и исследование механизма превращения одних элементов в другие. Энергия является побочным результатом от работы этих направлений. Вредность атомной энергии для человека значительна. Начиная с того, что для запуска реактора создают очень жесткое излучение, которое нагревает теплоноситель в контурах и заканчивая получением отработавших радиоактивных топливных элементов, которые нужно куда-то девать. Все это приводит к увеличению радиационного фона планеты, который и без того уже принято называть естественным. Чтобы не думать об этом. И причина всего этого банальна и проста. Энергетические взаимодействия, осуществляют не напрямую, а через посредники, и это дает распределение радиации, пусть и в контролируемых количествах. С позиции эфирной теории, чтобы взаимодействовать с атомом, нужно преодолеть так называемый кулоновский барьер. Создать разность потенциалов с энергиями от 17 до 250 мегаэлектронвольт, которые обеспечат преодолению кулоновского барьера и либо позволят сообщить атому энергию, сделав его тяжелее, либо снимать энергию, делая атом легче. И здесь ключевым является опять же модель атомного диполя. Прикладывая положительный заряд огромного напряжения, мы добавляем энергию атому. А прикладывая отрицательный заряд, мы извлекаем энергию из атома. Именно взаимодействие напрямую исключает накопление и выбросы нежелательных излучений. Упрощает конструкцию такого реактора и позволяет взаимодействовать с нерадиоактивными веществами, осуществляя их разложение на энергию с получением других элементов. Например, для бесполезного кремния, который в виде песка мешает человечеству и присутствует в огромных количествах. Причем взаимодействовать вещество будет согласно уровню энергии разности потенциалов. В реакцию вступит лишь тот элемент, энергия связи которого будет совпадать с настройкой такого реактора. Поставил на авто такой реактор, заправил его песком и катайся целый год без выхлопа на электромоторе. Используя массу как огромный аккумулятор энергии, мир станет чище и человек сможет заняться духовным ростом. Никто даже и не вспомнит о временах, когда детей в школе пугали энергетическим кризисом. Но управителю цивилизации этого не нужно и мы имеем то, что имеем. Глядя на те теории, которые нам выдают физики-ядерщики, давно уже сложилось мнение, что они сами запутались в своих суждениях и все больше запутывают нас, получая необоснованно большие средства на свои безрезультатные авантюры, грозящие тотальной катастрофой планетарного масштаба. Заключение Эфир – это не просто какая-то мысль или предположение. Это единая, суперальтернативная теория мироздания. Это отражение всего того, что не было показано, всего того, что было сокрыто и украдено у человечества. Это напоминает аналогию с русским языком. Потеряв часть терминов и понятий, остаются смысловые взаимосвязи. Они обеспечивают направление и позволяют заново все восстанавливать и переоткрывать. Так, рассматривая различные явления и процессы с позиции эфирной теории, можно восстанавливать единое некогда понимание законов природы. Глобальные катастрофы были совсем недавно и останки динозавров это было всего лишь около тысячи лет назад. Если учесть факт того, что раньше до потопа люди жили 300 и даже до тысячи лет, получается, что они погибли, новые люди уже жили меньше и сейчас мы даже 100 лет не живем, мы продолжаем вымирать как вид, деградируем и живем в рамках экономической выгоды для владельцев огромного стада человеческого. И все это началось с катастроф, потопа и смещения полюса, ядерные войны. Мы продолжаем жить, точнее вымирать в послекатастрофном мире. То есть с момента захвата человечества прошло примерно тысячи лет, жизнь одного допотопного человека, а нам кажется, что тысячи лет это много и уже никто ничего не помнит. Дальше будет хуже, человек будет жить еще меньше и станет по сути животным. И все это из-за того, что люди оторваны от естественного образа жизни, при котором они совершенствовали бы свою генетику, приумножали свои силы и возможность, долго жили и были хозяевами на планете. Кастовая система – это не разделение общества, а его структуризация. Достаточно немного поднять уровень интеллектуальных задач социума и автоматически все разделятся в соответствии со своими способностями, каждый займет достойное место в обществе. Человечество все никак не хочет понять, что оно является самодостаточной независимой формой жизни и должно поступать соответственно. Заниматься управлением и обеспечением, поддерживать поступательный процесс развития и обеспечивать информационную безопасность накопления знаний. Захватчикам самодостаточное человечество не нужно. Сегодня это выражено в официальной системе, при котором отстаиваются лишь те направления, которые вынуждают человека играть роль обслуги, раба или любого другого соучастника. То есть человечеству предлагается иметь лишь те знания, которые позволяют создать на земле систему поддержания интересов паразитических захватчиков. И только когда человечество отойдет от концепции служения, когда осознает, что является сейчас всего лишь инструментом в чужих руках, начнет объединяться и строить систему единых человеческих ценностей. Вот только тогда мир начнет меняться в лучшую для человека сторону. Субтитры создавал DimaTorzok